Тольятти хороший город, и машины в нём продаются хорошие. Одной из таких машин является Волга модели 31029, а цену на неё словно это премиальный джип. Хотят за неё порядка 8 миллионов рублей. Таких денег стоит на фаршированный 300-й Крузак. Кто-то рассудил, что это ограниченная серия, но нет. Это обычная Волга, выпущенная в 1993 году. Спрашивается, что же в ней особенного? Курьёзно, что такую Волгу продают за несколько миллионов рублей, ведь это цена нескольких современных иномарок, в которых есть всё последние разработки в области автомобилестроения. И всё-таки владелец убеждён, что стоит его Волга именно 8 миллионов. Нет, она не оттюнингованная, и в ней нет двигателя от Мерседеса. Да, внешне она самая обычная. Весь секрет в пробеге. С 1993 года машина проехала всего 10 километров. Хозяин машины убедительно говорит, что на дороге общего пользования эта Волга не выезжала ни разу. Получается, что тот, кто решился выложить за неё 8 миллионов, станет её настоящим первым владельцем. Одометр показывает 10 километров. Именно столько набегала машина, пока её обкатывали в заводских условиях. В те времена, тогда собиралась эта Волга, качество сборки было иным. И обкатку совершали для того, чтобы понять, есть ли у машины какие-либо дефекты или неисправности, а также для притирки всех узлов и агрегатов. Бизнес-класс стоит серьёзных денег. Выпускать модель серийно начали в 1992 году. Даже в условиях перестройки эти Волги считались элитными и их хорошо раскупали. Поэтому неудивительно, что их внутреннее убранство богатое, а салон просторный. Что важно, качество отделки было заметно лучше, чем у Жигулей. Салон у Волги, выставленный на продажу, отлично сохранился для такого возраста машины. Внутри салон чёрный, ведь именно таким цветом отделывали премиальные машины того времени. На сидениях имеется серая тканевая обивка. Приборная панель и крышка бардачка выделяются декоративной вставкой под дерево. Этот заметный нюанс показывает, с каким автомобилем человек имеет дело. А ведь в начале 90-х годов эта машина была популярной, престижной и дорогой. В салоне смонтирован аудиопроверыватель для кассет. Он ловит диапазоны УКВ, ДВ, а также СВ. Для удобства задних пассажиров сделан подлокотник, который убирается непосредственно в задний диван и становится его частью. Чем уникальна дорогостоящая Волга? Не только отсутствие пробега и регистрации делают эту Волгу уникальной. Дело в том, что состояние машины сохранилось таким, как если бы она выехала из ворот завода несколько часов назад. Многие детали опломбированы, а пломбы не сорваны. Эти моменты можно увидеть на некоторых элементах силовой установки, а также ходовой части. Кузов, двигатель, а также подвеска полностью лишены даже мельчайших следов ржавчины. Продавец подготовил небольшой приятный сюрприз тому счастливчику, кто захочет выложить за эту машину 8 миллионов рублей. Этими бонусами являются документы на покупку этой машины. А именно, справка счет, а также квитанция на покупку. Все эти бумаги подписаны и датированы 1993 годом. Конечно, к машине не придерешься, тем более, что ей практически 28 лет. Однако, все-таки цена кажется слишком заоблачной за эту машину. За эти деньги можно смело купить 300-й Крузак в лимитированной версии. За внедорожную Тойоту на данный момент просят чуть меньше 8 миллионов рублей. Не стоит и говорить, что разница этих машин просто как бездонная пропасть. Она очевидна любому человеку. Понятно, что хозяин машины очень долго будет ждать заветного покупателя. Возможно, им окажется иностранец, а может машина уйдет в какой-нибудь музей. Редактор субтитров А.Семкин